Все, наверное, знают программу Zoom, в которой реализована функция виртуального фона. Это когда программа автоматически находит в кадре человека и позволяет заменить пространство вокруг. Другими словами, виртуальный фон — это как хромакей без зеленого фона. Сегодня я расскажу о программе AlterCam, которая поддерживает данную функцию, и всего в пару кликов вы сможете воспользоваться ей. Для примера я буду использовать видео с девушкой. Сейчас вы видите фон, который уже есть на видео. Мы можем применять эффекты как к фону, так и к человеку. Выбрав данный значок, вы сможете применять эффекты к фону. Давайте попробуем его размыть. Выбираем соответствующий эффект. Как видите, фон размылся. Если же вам нужно размыть человека, а фон оставить как есть, нажимаем сюда, и ваши эффекты будут применены к человеку. Кроме этого, вы можете комбинировать различные эффекты. Например, включить размытие и эффект инверсии. Перейдем во вкладку «Фон». Это важная функция, которая поможет полностью удалить либо заменить фон, как я и говорил в начале ролика. Чтобы включить удаление фона, ставим здесь галочку. Как видите, фон стал прозрачным. Теперь перейдем к настройкам. Этот ползунок служит для регулировки нагрузки на процессор. Если при включении этой функции у вас заметно начала виснуть камера, стоит сместить ползунок вправо. Если же все отлично, лучше переместить его влево. Попробуйте самостоятельно подобрать нужные параметры. Чтобы фон не был просто прозрачным, вместо него можно поставить однотонную заливку, рабочий стол, либо необходимую картинку. Если для вас подходит заливка, ставьте галочку здесь. Ниже выбирайте подходящий цвет. Кроме этого, вы можете открыть палитру, нажав сюда и выбрав подходящий цвет более точно. Если вы хотите, чтобы на фоне был ваш рабочий стол, ставьте галочку здесь. Ползунок справа отвечает за масштаб захватываемого изображения. Кроме этого, вы можете передвигать себя в кадре. Нажмите на себя и перетяните в нужную часть экрана. А потянув за углы, вы можете регулировать размер изображения веб-камеры. Также в качестве фона можно использовать любое изображение. Поставьте галочку здесь. А ниже выберите изображение, которое хотите использовать в качестве фона. Чтобы добавить свой фон, нажмите сюда. И на компьютере выберите фото, которое хотите использовать в качестве фона. После чего оно станет фоном. С настройками закончили. Давайте теперь перейдем в любую программу, где можно использовать веб-камеру. И я покажу, как включить изображение из альтеркам с применением всех эффектов. Я буду использовать дискорд в качестве примера. В других программах принцип будет похожий, и вы точно сможете разобраться самостоятельно. Переходим в настройки. Голосы видео. Во вкладке камера выбираем альтеркам виртуал камера. Жмем проверить. Как видите, все работает. Теперь, включая веб-камеру при разговоре, все будут видеть обработанный результат с применением всех эффектов. На этом все. Думаю, видео было полезным. И спасибо за просмотр.